Девочка-пай Доброе утро, доброе утро, товарищи. Доброе утро, теплесенье, жаршее. Это ты брось, это ты брось и забудь. Это ты же камни что-то. Нет, нет, при чем тут агусство? Все ясно, что глобального утепления нет. Есть глобальное похолодание. Глобальное омерзение. Сегодня у нас тема родил доктор. Да. Насколько помню, она связана с чем-то там, таким библейским. Есть спор, где, числа. Сначала был заход. Исак родил Яков. И это было бы в конце. Сначала был заход, который закончился залетом, излёдом, я не залетел. Тема очень смешная, и об этом не стоило бы говорить вообще, если бы не целый комплекс эмоциональных переживаний. Чисто эмоциональных переживаний. Не ума холодных наблюдений, а сердца горестных заметков. Доктор, скуд этот комплекс? Очевидно. У меня имперский комплекс, да. Мы уже знаем, что вы фашист, теперь у него ещё имперский комплекс. Я фашист, нет, я фашист в стиле лайт, всё-таки. Лайт? Да. Облегчён. Облегчён. Я разумный фашист. Как Viagra Light. Только поцелуй. Нет. Смотрите, никто же не будет отрицать, что в смерти масса положительных моментов. Ну да, мне очень нравится. То есть во всём есть положительных моментов. Это всё. Да. В смерти масса положительных моментов. Да. Ну не масса, а просто всё положительных моментов. Ну всё, не всё, потому что никто не хочет умирать. Почему? Ну не хочется никому. Это вопрос. Это вообще долгая тема. Это мы к ним уже не знаем. Ну хорошо. Многим не хочется умирать. Вот будь, пожалуйста, точнее. Многим не хочется умирать. Но в смерти есть масса положительных моментов. Это к тому, что во всём есть положительные моменты. И в фашизме есть положительные моменты, и в расизме. Просто ничего не надо доводить до абсурда. Так вот, я хочу сказать, что то, о чем я сегодня хочу сказать, рождено простейшей мыслью. Вы можете сколько угодно читать о чём-то. Или слышать это от других. И говорить, да, это так. Но пока вы сами с этим не сталкиваетесь, Вы не переживаете это вживую, как нечто имеющее отношение к вам. А когда вы переживаете это вживую, то вы спрашиваете себя, а что ты так переживаешь? Ты же знал, что это так. И ты читал. И тебе люди рассказывали. А что ты переживаешь? Спрашиваешь ты себя. А тем не менее, ты переживаешь. Вот я хочу сделать так, чтобы вы пытались войти в положение глупого человека, который знал, что дважды два-четыре. Знал, читал. Ему за это ставили двойки когда-то в школе. Потом пятёрки ему ставили за это. Он знал. Дважды два-четыре. Но столкнувшись с этим фактом лично, был неприятно поражён. Значит, о чём идёт речь? Маленькая преамбула. Маленькая. В детстве и в юности я был в Прибалтике несколько раз. О плохом отношении Прибалтов к русским я в детстве не слышал. Не слышал. Но столкнулся с этим, когда со своими родителями сначала сам, когда со своими родителями сначала, а потом и сам, когда стал подростком и юношей, несколько раз был в этих странах. Я слышал, что просто треснула из страны в Балтийске. В некоторых это активнее, в некоторых это… Вот, молодец. Правильно. Вот я только что хотел сказать, что по нарастанию антирусских настроений, по моим детским и подростковым впечатлениям, самое последнее место занимала Литва. В Литве меньше всего я это почувствовал. На втором месте в середине была Латвия. И самое агрессивное отношение в 1969 году я испытал в Эстонии. У них, наверное, таки были поводы. Нет, это безусловно. Я же не говорю, что-то возникает на пустом месте. Но я просто говорил о факте самом, да? Так вот, я столкнулся с этим, но как-то, знаете, я это в эмоциональном смысле забыл. Забыл. Уже во взрослом возрасте, уже мне было много лет, уже после развала Советского Союза, когда мы приезжали с женой в Латвию и в Литву, я совершенно не сталкивался с этим. И как-то нам повезло, что ни в Риге, ни в Вильнюсе, ни в Паланге, ни на Курской косе мы не видели какого-то отрицательного, ярко выраженного отношения такого, значит, русского. И вдруг сейчас, вот буквально в марте, я столкнулся с этим заново со страшной силой, я должен вам сказать. Я имею в виду свою недавнюю поездку в Литву. Я на три дня поехал туда, в командировку, чтобы провести семинары по стволовым клеткам. И конкретно говоря, я столкнулся с этим в городе Калмасе. Значит, человек, который встретил меня в Вильнюсе, сказал мне, «Завтра мы едем в Калмас, ты будешь там вести семинары по стволовым клеткам в крупнейшей Калмасской городской больнице. и я тебя предупреждаю», — говорит он. — Могут обидеть? — Нет, он сказал так, «Калмас», — сказал он, «это не Литва, это в Литве какое-то совершенно отдельное маленькое государство, и мы жители Вильнюса», — сказал он мне, «Калмас не любим». — Там из Литвы. — Да. И Калмас сказал мне, «не любят Вильнюса». Я так говорю, это что? — А природ Калмас? — О! — Это я не знаю. Я говорю, это что, отношение жителей России и Питера, значит, к столице? И наоборот, он говорит, «нет, у вас это мягко». — О как? — А у нас, он говорит, это выражено очень остро. — У нас много людей. — Ну, нет. Но жители Калмаса, жители Калмаса очень грубые с жителями Вильнюса. И в этом есть, он говорит, некая зависть, значит, провинции к центру. Вот. А Вильнюс относится к Калмасу как к такому анклаву, который населен не очень здоровыми людьми. Сказал он мне, это мы все едем уже в Калмас утром, и я тебя предупреждаю, ты не расстраивайся, да? Смотрите, и я туда, в эту больницу, значит, был этим товарищем, значит, доставлен, и там собралось порядка пятидесяти врачей разных возрастов. Были интерны молодые, и был, значит, профессор заведующий кафедрой детской неврологии, и был еще один профессор униза в кафедре, работающий на этой кафедре. И я прочел там, ну это был не семинар, а небольшое выступление, посвященное стволовым клеткам. Естественно, я делаю это выступление на русском языке. Я, к сожалению, английского не знаю. А у литовского, что очень плохо, отвратительно. Мне очень стыдно на тебя. Мне тоже стыдно за себя. Я в моем возрасте уже знал. Я знаю, что ты в моем возрасте знал все, что я забыл. Тем более литовский. Тем более литовский. Это вообще позор. Тем более, что стволовые клетки по-литовски звучат гораздо лучше, чем по-английски. Ну, не сейчас. Не сейчас. Да. Если бы я это знал, я бы сказал. Но я подозреваю. Значит, и я начал это вот свое небольшое, значит, оно пошло в гробовой, значит, тишине. После чего встал профессор и сказал, если наш гост из Москвы не против, мы заслушаем сейчас параллельное выступление нашего специалиста по стволовым клеткам. Это намного умнее. Я сказал, ну, да. И женщина какая-то встала в белом халате, отсюда доктора анализа, да. С белым лицом. С белым лицом, нет. Да. И она стала на литовском языке делать выступление в стволовым клеткам. Это прекрасно. Время от времени, посматривая на меня так, как смотрит обычно на... Нет. Как солдат на рожь. Я скажу. Я сейчас вот вспомню, как это было. На втором курсе медицинского института мы начали изучать микробиологию. И вот первое занятие мы сели, нам принесли микроскопы, принесли препараты, предметные стекла, где была культура каких-то микробов. И наш преподаватель, Лариса Николаевна Терновская, ну, память у меня, ну, она говорит, внимание, выполняем линии мои команды, чтобы не сломать предметное стекло. Поворачиваем микроскоп. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Капаем, приближаем. Что мы видим? И в полной тишине раздаётся крик моего соседа справа Валерии Кабакова. Ишь ты гнида! Это он увидел с стафилокок. Так вот, эта женщина, которую я читал на литовском языке, она на меня посматривала с этим выражением «Ишь ты гнида». Человек, который меня привез, и который прекрасно понимает литовский язык, сидел с другим выражением лица, которое свойственно слушателям знаменитой пьесы Чиньковского «Похороны куклы». Я ему говорю «Чего она говорит?» Он сказал «Фаттон, все фаттон». Короче говоря, она против выступления, время от времени поглядывая на меня «Ишь ты гнида». Аплодисменты. И после этого началось. Смотрите, когда вы делаете какое-то сообщение в ученой или практической медицинской среде, вы можете столкнуться с неприятием этого сообщения. То есть люди хотят вам сказать, что все, что вы сказали, это не так. Ваши сообщения не имеют достаточной научной базы, оно не имеет принятого в странах Европы достаточного научного подтверждения. И вообще методики, которые вы используете в своей клинике, устарели или они отвернуты в Европе, неверны. Ну то есть тебе разворачивается научный диск. При этом, ну как тебе это? Нет, ну я могу, так сказать, думать о том, что научный диск может приобретать эмоциональный характер. То есть люди могут как-то, значит, распаляться. Размахивать руками. Размахивать руками. Иногда руками. Да, кричать это не так. Возможно, даже резкие сообщения, которыми, например, не брезговал Ландау, это чушь. Или плескать соком в лицо. Ну этого я не знаю. Это скорее в журналистской среде. Да, ну может быть. Да. Ну то есть, но при этом не переходится какая-то грань. Правда? Друзья мои, значит, я запомнил, что мне было сказано. Мне было сказано, что я сродни торговцам наркотиками. Что я к медицине не имею никакого отношения, потому что отбираю у людей последние деньги и обманываю. Что то, что я сообщил, это жульничество чистой воды. Я время от времени пытался, чтобы сказать, коллеги, давайте отойдем от практики оскорблений и перейдем к границе научной. Чему-то более конструктивному. Что вы так предлагаете? Мой товарищ, который привез меня туда, так легонько бил меня локтем и говорил, молчи, не надо. Потом все расскажу, молчи. И в конце концов, ну человек, наверное, 20 из этих 50 собравшихся начали просто на меня кричать. И я, как человек, закончивший психфак МГУ, вдруг понял, что стволовые клетки тут ни при чем. Потому что ты глубоко больный. Ну, может, и я глубоко больный. Я в этом, да. 20 человек. Да, 20 человек, предупреждая друг друга, стали страшно кричать на меня, переходя на литовский, на английский. Да, это пандемия. Да. Короче говоря, вот эта вот хунвейбиновская ненависть. Еще раз такая. Хунвейбиновская. То есть без, я понял. Понял, да. Да. Дверь и знак. Да. И дзиофаневская. Там же кроме хунвейбинов, еще дзиофанев. Дзиофанев мне нравится больше. Мне тоже. Я не знаю, кто это так правильно. Так вот, эта хунвейбиновская ненависть, которой я подвергся, она была для меня блестаэтным уроком. Я в качестве последнего слова Подсудимым. Да. Сказал коллеге, сказал гейбин. Я полагал, что здесь научный диск. Вместо этого я сталкиваюсь с оскорблениями, против которых я категорически возражаю. В ответ на это стал профессор и сказал «Нам здесь больше нечего делать». И все уши обалдены. Я занимался шмол-бизнесом. Среди концертов, в которых я принимал участие, было немало провалений. Уходили люди. Я уходил со сцены под стук собственных каблуков. Но, да, один раз даже мне крикнули из зала «Халтура». Я это помню. Короче говоря, я совершенно не ожидал встретить такой нахолменности, в которой стволовые клетки были только клапаном, при помощи которого можно выпустить скопившийся многолетний гнойный парк, мишенью, выпускной для которого я стал. Короче, мы ушли оттуда, сели в машину. Он мне говорит, расстроился? Я говорю, нет, удивился. Не ожидал. Он говорит, я же тебя предупреждал. Я тебе сказал, куда мы едем, что это за город. Что ты здесь вообще встретишь? Я ему говорю, послушай, ну неужели ненависть к России до сих пор здесь так страшна? Он говорит, еще раз. Еще раз, Юра. Каунас – это не вирус и не литва. Каунас – это абсцесс-гнайник, в котором скопилась вся ненависть к России. Причем, сказал он мне, это ненависть нечистоплодная. И начал мне рассказывать, в каком положении находится Литва. Я не знаю, можно ли то, что он рассказывал мне, отнести и к Латвии, и к Эстонии, но допустим, что это только передвыкарактер. Что выясняется? Выясняется, что, как он мне говорит, это его слова, я сейчас пересказываю его слова, что, использовав Прибалтику в свое время в качестве еще одного скальпеля, при помощи которого расчленяется тело Советского Союза, использовав Прибалтику, как этот скальпель, и получив, как он мне говорит, желаемое, то есть распад Советского Союза, Европа немедленно утеряла в Прибалтике всяческие интересы. Европе Прибалтика совершенно не нужна, сказал он мне, потому что это нищие страны, от которых в Европе еще больше геморроя, чем от Греции, от кого там еще в этом сейчас? Кипра. Кипра, да, и от... Испании, Испании, Далее, да, 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 да. Почти лица не своего. И... И главный штанок германского, да, да, германского лица. Да, 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 и отчасти французского. Да, отчасти, да. Ну это два лица. Ну это два лица, да. Причем они лежат разным людям. Да. Так вот, те жители Прибалтики, которые потирали руки и говорили, вот сегодня мы стали членами европейской семьи. Стали просто членами? Они стали просто членами. Причем не принадлежащими никакого тела. Что особенно обедено. И что теперь получается, говорит он, не видя машину со зловой? Я вижу это. Европе мы уже не нужны, сказал он. Или еще, я не помню. Европе мы еще или уже, а Россия тем более и вообще. И теперь он говорит, как жить? К России вернуться невозможно. Нет, он говорит, Россия может быть и приняла бы нас. Но он говорит, может быть. Но они сами не поняли. Но значит, ну и зеленая горность не позволит. А Европа говорит это. Своими руками что-нибудь. Что вы, что вы, что у вас? Нефть, газ, что у вас вообще, навоз. Где? Нет ничего, перезвоните. Перезвоните, да. И он говорит, и мы находимся в жутком положении. Как же ты хочешь, чтобы встречались специалисты из Москвы, говорит он. Вот это очень интересно. Мне кажется, раз мы находимся в жутком положении, то только хамстерство, смотри. Посмотрите, мне кажется, что я скажу, никакое отношение к национальным, кемо-техническим моментам немедленно. Знаешь, я просто говорю, что очень часто приходится общаться, есть особая категория людей небогатых, которые бедны не потому, что они там как-то не повезло, инвалиды, или еще что-нибудь такое. Ну просто вот так вот хотят жить. Они не хотят особо ничего делать, как говорится. Вот хотят, чтобы у них хоть какие-то деньги были, и жутко бесят все тем, у кого есть хоть немножко деньги. Может. Причем даже не миллиардеры, а Абрамовича, грубо говоря, а какой-нибудь докторишка, грубо говоря, который там вот вкалывает. Да, да, да. Да, кстати, я хотел сказать, что там среди слайдов, которые я показывал, был очень прайс-лист, они увидели цены, которые в нашей клинике. И это, видимо, было последней каплей яда, которая переполнила их зол. Но, в общем, они не сдержались и не очень хотели сдерживаться. Интересно, они никак не заберем, там, в немецкие клиники, в Кирпайс-листыни смотрели, там, ну, да? Люди, люди любили, сами смотрели. По всей вероятности, у них сформировался такой взгляд на вещи. Все, что делает Европа и США, это правильно и хорошо. Сколько бы это ни стоило. Сколько бы это ни стоило, и что бы там ни творилось. Все, что делает Россия, это плохо и отвратительно, а уж если это и стоит еще что-то, то это отвратительно вдвойне. Короче говоря, они занимают, как я понял, такую гордую позицию, которая называется так. Мы изнасилованы всеми за то, что мы просто старались быть морально чистыми людьми. Мы изнасилованы всеми, и нам никто за это не платит. И вот мы лежим. Вот мы лежим. И говорим, ну. Слегка прикрыт. Да, да, да. Говорим, ну. Слегка, молодец. Подраздетые. Вот. Поэтому, что я могу... Да, на другой день, кстати, на другой день, я поехал читать семена по стволовым клеткам в город Ащчиняй. Это где? Это 143 километра от Вильнюса. Маленький городок Ащчиняй. Куда приехал... Очень разное название. Ощущает. Да, да. Там, кстати, прекрасное вино делают. Просто прекрасное, сухое вино. Да, почему-то ты меня сомневался. Ну, у меня скончено. А я знал об этом? Ну, ты мир знаешь. Ну, естественно. Ну, ты это будешь знать. Причем тут это? Я это давно знал. Они его делают с сахаром? Сами. С сахаром? Нет, сухое вино хорошее. Не сухое. Грузины тоже делают сухое. Ну, я не пробовал. Я не знаю. Ащчиняй, вот такой городок. И в этом городке собралось целых 50 человек. Ну, то есть население? Да. Что, как мне сказали, для Литвы, они приехали со всех концов Литвы. 50 человек, послушай, мы судьбе из Литвы. А, это вот те самые, которые... Ну, вот девочку мы вылечили от ДЦП. Девочку вылечили от ДЦП. Ну, наши слушатели, возможно, не знают эту историю. Знают уже, все знают. Слушай, кто меня не знает? Ну, кто не знает. Меня все знают. Я тебе не знаю. Да, ты нет. Короче говоря, мы вылечили девочку от ДЦП практически полностью. И мама этой девочки благодарность рассказала во всей Литве. И приехали родители детей больных в ДЦП, и взрослые ДЦПшники на колясках, и их родственники. И почти не хамили. Слушай, это было совершенно, абсолютно другое дело. То есть, то вот уважение и доброжелательное отношение, которое я там встретил, оно совершенно нивелировало вот это впечатление первого дня. И этот парень, который меня везет, он говорит, я же тебе говорил, что это никого у нас. Можно маленькую репарту в сторону. Дело в том, что я, житель с тобой в первой части, мне сейчас удивительно, что ты не этим вещам не являешься, потому что ты тоже еще много был и в Азии. Я эмоционально. Я хочу рассказать такую вещь. Я очень много в свое время, в конце 80-х, ты можешь помнить, что это конец 80-х в России, очень много путешествий, со самого начала 90-х, еще до основной революции, вот, и, скажем так, и я был в разных местах. Предположим, я для себя с тех пор истыдовал, предположим, колоссальную любовь к армянам и грузинам. Знаешь почему? Для многих было странно. Потому что они интернациональные. И в этом даже дело. В чем? Предположим, я вхожу в какой-то дом, не знаю, там, в Армении был, в Грузии был, за какой-то дом, и они между собой о чем-то жарко спорят на своем языке. Я вошел, они тут же переходят на русский язык. Потому что у них считается большим западлом. То есть ты пришел человек, который тебя не понимает, говорит, ты его присутствием. И никогда этого не было в Азии, предположим. Да, подтверждаю. 81-й год, лето, я в Тбилиси прохожу усовершенствование, значит, как врач-инфекционист, и мы присутствуем на первой врачебной линейке, да, в огромной больнице, республиканской инфекционной больнице в Тбилиси. Выступает врач и начинает отчитываться о том, что было за сутки в больнице на грузинском языке. И встает профессор Вахтан Гавруч Бочерешвили, академик, и говорит, подождите, подождите, у нас здесь гости со всех концов Советского Союза, они не понимают грузинский язык. Я прощу и требую, пока гости здесь, мы будем говорить по-русски, прощу прощения, коллеги. И дама немедленно извинилась и пришла на русский язык. Это нормально. Это нормально, нормально. Поэтому, чтобы мне потом не говорили про какую-то войну 2008 года, не перебить мертвых и Кабмени. Короче говоря, я понимаю ваше изумление по поводу того, что я изумляюсь таким вещам. Но я просто сегодня решил об этом рассказать. Вот что подчеркиваю. Вот самый обычный и простой психологический феномен, я хочу на своем примере подчеркнуть. Еще раз, вы можете знать о чем-то, сколь угодно много, но когда вы столкнетесь с этим лично, вы испытаете шок. Я так прекрасно понимаю, я не изумлен по этому изумлению. Понимаешь, да? Начнем с этого. Это вот да. А кроме этого, давайте вспомним, а тут много-то растут. Мы завоевывали Среднюю Азию и мы завоевывали Крибалку. Грузию с Арменией мы не завоевывали. У нас с ней всегда были зашибенные отношения. Ну, до них так легко. Ну, единственное, религии как бы не было ничего такого. Вот это вот, я думаю, и есть такие результаты. Другое дело, что, конечно, на месте этих каумовских людей. Я даже врачами, которые в лёпоте принесла. Ну, они врачи, конечно, да. Они, можно сказать, они просто не интеллигентные люди. Да, так скажу. Конечно, это дикость. Потому что лично ты не присоединял их в 40-м году. Нет. Ну, вот так просто получилось. Ты был в командировке, видимо, это время. Лично ты не присоединял. Нет. Это то же самое, как когда приезжаешь в право, когда стали ездить уже, да, там, 90-е, да? Заходишь в некоторые калачи, заказываешь вино, тебе приносит вино, и там демонстративно плавает муха. Никогда не сталкивался. Да ты что? У меня девочки знакомые здесь из редакции. И они говорят, просто потому что ты не видишь этого, нельзя. Это не случайно упавшая муха после того, как бокал поставили. Нет, его принесли с мухой. То есть, ну, такое прослушивание такое. Молодые люди, молодые генеры. То есть, они заслуживают заказ того, что они закинули, то есть, они понимают, они демонстрируют отношение к вашим событиям. Круто. Что, конечно, такое абсурд. Абсурд. Девочки, это к ним не имеет никакого отношения. Девочки, которым там 25 лет, не имеют отношения к ним, два. Вот непонимание этих базовых вещей делает этих людей, ну, просто, в ваше понимание, мы будем дебилем. Ну, вот так. Ну, просто недоразвитие личности. Так и есть. Я считаю, что так и есть. Слушай, ты думаешь, есть какая-то разница между русским схемпедом и девочкой, которая тебе с мухой принесла? Нет, нет, он не об этом. А это об этом? Да нет, нет. Нет, а на каком основании ты должен ненавидеть узбек? Нет, нет, подожди. Это же... Это не та тема, на мой взгляд, Андрюш. Я думаю, что это, например, не этнической ненависти, а ненависти как бы... Ингерской какой-то. Ингерской. Да. Это же, да. Это же, понимаешь, это ненависть... Конечно, в любом случае это все одно и то же. Это ненависть провинции к метрополию. Ну, в таком случае, как бы, тут можно издать, я хотел вспомнить огромное количество по отношению к Англии, там... Да, естественно, я просто к чему... Я обновлю, значит, еще раз. Не к тому, чтобы проводить какой-то анализ тщательно этого. Я просто оказался в этой ситуации... Я просто в этой ситуации оказался абсолютно беззащитен и без помощи. И не знал, как себя вести и что делать. Хорошо, я уверен, что ты после этого многократно эту ситуацию проворачивал и договорился... Надо было сказать, что... Да, 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 конечно. Да, 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 да. Надо было, когда себя повезти. И тогда было бы хорошо. Да, это очень странно. Я не чертю, что в свое время, опять же, в конце 80-х, когда еще, в принципе, прямую высказывать по отношению к российским, к русским, было как бы очень много странных вот этих вот, ну, боязно, В свое время тогда, когда я очень много времени провел в Средней Афине, мой самый главный метр говорил, учи арабский язык, ты должен знать, что не говорят у тебя русского языка. Правильно. Ну, правильно. Другой уже аспект. Ну, я сейчас хочу сказать вот о чем. Я хочу сказать такую фразу, знаешь, Андрюш, может быть странно, я скажу. У эмоций нет памяти. Вот сколько бы раз ты не переживал обиду на одном и том же поле, ты каждый раз будешь переживать ее заново. Ну, ты же тоже был в Средней Афине. Был, конечно. Ну, как о чем я тебе расскажу. Так я и говорю, у эмоций нет памяти. И я, когда ехал туда, в этот каумус, я ему сказал, этому парню, да я сталкивался с этим много раз. Не волнуйся, сказал я ему. И вдруг я сам разволновался, я разволновался так, мне вся кровь бросилась в лицо. Ты сталкивался на уровне, видимо, скажите, как пройти, я не знаю, на чистом русском языке. Нет, там был ужасный момент, я тебе скажу, в Таллине в 69-м году, у нас просто в ресторане «Карри», я запомнил название ресторана, нас отказались обслуживать. Мы сели, мама, папа и я за стол, ресторан «Карри», нас отказались обслуживать. Папа ходил к метро-дотелю, и мы говорили, да-да, подождите, а не надо. И к нам никто не подошел, мы сидели час за столом, нам не принесли меню, нас отказались обслуживать. Я помню, как моя мама допустила ужасную совершенно, но она разволновалась так же, как я, видимо. И когда мы уходили, она встала из-за стола, а вот в это время проходил мимо метро-дотель, и она увидела ужасную злобную усмешку на его лице. И она, товарищ, сказала ей, она вернулся, моя мама маленького роста 160 сантиметров, подошла к нему в одну и сказала, вам немцы нужны? Вот вам немцы. Интересное заявление. И гордость, случая кого-то камень, удалилась, да, удалилась, да. По-моему, она красилась. Да я не знаю, нет, 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 нет. В том же пиарном, когда мой отец при мне, я стоял рядом с ним, мы стояли в очередь за персиками, и когда пришла наша очередь за персиками, и отец сказал, два килограмма, пожалуйста, она ничего не говоря, продавщица за уличным столом с весами, помнишь эти весы со стрелок? Да, да. Она просто ушла. А теперь мне расскажи, почему вот эта вся твоя непредсказуемая тема? Я просто рассказываю о том еще раз. И Тохос какой-нибудь. И Тохос, и Тохос, мы совершенно беззащитные. О. Мы совершенно перед, абсолютно, вот перед, в таких ситуациях, сколь угодно бы умными мы ни были, сколь угодно бы опытными мы ни были, мы совершенно всякий раз беззащитные. Вот все, что я хочу сказать. У меня нет далеко идущих политических выводов, национальных, религиозных, все это тысячу раз обсосано, обговорено, и нечем потом повторяться. Я просто лично пережил ужасный эмоциональный удар. Хотя, казалось бы, в мои 60 лет, с моим опытом, с моей начитанностью, да, какой-то, с моим знанием какой-то там, так сказать, какого-то отрезка, значит, истории, я должен был бы быть подготовлен к этому. Это хороший фильм, который могла организоваться, наша готовность к хамству. Да. Вот совершенно, я абсолютно оказался не готов. Мобилизация эмоций. Да. Я понял, мы опять себя углыли к хамству. Ну, это хамство, Андрюша. Я думаю, что это хамство, Андрюша. Я думаю, что, в конце концов, это не умение себя нести. А что это, Андрюша? Это хамство, трамвайное хамство. И знаешь, я вот даже смогу сделать вывод, например, что меня больше всего обезоружило. Вот когда я сталкиваюсь с хамством со стороны быдла, это гармония. От быдла нечего ждать, кроме хамства. Но здесь пришли люди в белых халатах. Стой, постой, ты считаешь человек в белом халате с двумя вышивками? Это еще одно заговор. Я тебе об этом и рассказываю, а ты меня как... Да. Я не готов... Понимаешь, это дисгармония. Ты ждешь от профессора, от доктора, ты ждешь даже в дискуте. В противоречии внешнего и внутреннего. Да. Ты ждешь соблюдения рамок неких. Ты ждешь соблюдения правил игры. Погоди. Те профессора, те профессора все либо уехали, либо умерли лет 90 назад. Ну, Андрюш... Тех профессоров давно нету. В профессорской власти уже этих профессоров нету. Хорошо, но этому профессору, он наверняка не знает. Ты смотри, ты сейчас как бы мне говоришь, Юра, зачем ты расстраиваешься? Я сам себе не могу объяснить, зачем я расстроился. Я тебе говорю о том, что работа разума, который говорит мне... Да, который говорит мне, что ты ждал. Работа разума вступает в дикое противоречие с работой сердца. Иными словами, мы от чего-то изначально внутри не готовы к хамству. Мы готовы к нехамству, к его отсутствию. И поэтому мы страшно переживаем, а у меня спонтанная реакция, когда вдруг она стоврушивается. Да, потому что у вас совершенно дурацкий стереотип. А у вас? Нет, у меня нет стереотипа. У меня стереотип такой, что любой человек, в зависимости от того, сколько у него образований... У нас черно-белое. Это климакс. Значит, я просто... То есть, продолжите. То есть, ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что для меня человек, это прежде всего человек. И он будет уплыть. И какие-то критерии, которые мы навешали, в виде белых халатов, в виде кучи дипломов, в виде уважения на радио и телевидении. Это не говорит никаким образом за то, что передовой не может быть полное дерьмо. Что передовой не может быть не тормозить. Что передовой не дегенерат и кретинка, которая вообще ничего не знает, несмотря на его количество дипломов, уважений и всего остального. Я могу это жить только тогда, когда я лично. Или более того, не просто даже лично, а наблюдая за этим человеком по общению с другими, не со мной даже с другими, могу сделать какие-то выводы. А до тех остальных пор мне плевать абсолютно на его... Хорошо, скажи, ну насколько вообще эту ситуацию можно представить? На вид, она глупа изначально, ты на месте Юрия. На месте Юрия. Не удивлялся вы этому? Нет. Ну я тебя завидую просто. Обалдеть. Нет, ну почему? Если человек с масты сохраняется ума по ней, не споря, я просто буду ярдом. Потрясающе. В зону новых лет я все, что делал, это общался с регионами теперешнего СНГ, Россия и так далее. У меня есть несколько выпуклое представление по отношению к имперским каким-то моментам и так далее. И честно говоря, то, что граждан противки мне никогда ничего в стране никаких мух не подавали, ну может не повезло, может я нарисуюсь. Ну, меня вообще за границей не за устами не считают, да, вот. Мне не повезло, меня не считают, не за границей, я почему-то за немцев здесь считаю, не знаю почему. Ну за немцы или американцы, ну ты похож, чего, чертовные, не знаю. Поэтому, соответственно, как-то обни в этом слове не... Причем, два слова отчиньки, это отношение не старых чертов, они так не позволяют завести, это отношение именно молодых чертов, которым старые рассказывали в свое время, но старые уже пережили, они уже понимают, что к приезжающим молодым туристам из России не должно иметь никакого отношения, не они вводили войска. А к приезжающим молодые туристы, не. А молодым, черта, не хватает ума этого заняться. Они верят, что это имеет отношение к войскам, а не к тем странным молодым, которые приезжают как туристы, ведутся с unterschiedом образом, и наследив даже там, куда мы в войсках не ведем. Ну, может быть так. Ты не думаешь, что это вновременное другое отношение, не имперское? Я думаю, что перед имперским отношение. Ну короче, просто купаться можно и много, да. Короче, я просто расписываюсь в своей беззащитности. Я пережил ужасный удар. Просто беззащитность я не добавил, и просто вот так, друзья мои. Такая тема. Вывода никакого нет. Вывода никакого нет. Ну как бы, ну просто все. Мы опять возвращаемся не к каким-то глобальным явлениям. К глобальному потеплению. На уровне этносы, что еще, а на уровне конкретной личности, которая что-то позволяет себе или не позволяет. То, что внутри нас, это наше личное дело. Мы там все черны. Да, очевидно. Мы просто пускаем эту черноту на уровне. Или нет. Совершенно верно. У нас есть никакого вывода. У нас тема, конечно, сунгольная, абсолютно эмоциональная. Она больше похожа на счастье на мнение, по большому счету. Потому что мне еще пообсуждать на самом деле. Я думаю, ты сможешь их поднять. Ну я в том могу сделать все, что угодно. Я молчал за всех сил. Ты молчал за всех сил. Это очень грустно. Ну что ж, на это совершенно непонятно. Если я хамствую, я вот тоже сижу здесь, наполняю помещение дымом. Среди двух не курящих людей. Я что же хам? А вы сидим в курящей зоне. Нет, в зоне сидите? Нет. Ты не хам. Ты курящий зон, потому что мы не сказали тебе, пожалуйста, не курить. Это очень обидно. Потому что я все равно подогнал курить из принципа. Вы угнетательный рюкзминский 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 рюкзминский. Это хамство всегда отчетливое. Ну слушай, ну это так обидно. Я так хотел быть хамом. Вот ты взял и не молчал из себя. Извини. Ай, ну по 8 дня оставшихся. До встречи.